Я писатель Игорь Аболенский. И сегодня, 20 января, мы вспоминаем Федерико Феллиния. Ровно сто лет назад он появился на свет. Много о себе сочинял, я уж даже не знаю, правда это неправда. Говорил, например, что прочитал в своей жизни только одну книгу. И книга эта «Три мушкетера». Говорил, что очень плохо учился в школе. И рассказывал, как мама в детстве сказку ему говорила, сказку о принцессе лягушке. Правда, почему-то лягушку она заменила на курицу. И потом накормила мальчика куриным бульоном. Вот надо было догадаться. И маленький Феллини заплакал. Заплакал, потому что сказал, а вдруг в моем животе курица превратится в принцессу? Как же она оттуда выберется? Феллини стал сегодня символом кино. Ну, кто ж не знает его фильмы? Хотя я думаю, что есть и те, кто фильмы Феллини не видел. Он сам уже на закате своих лет зашел в какой-то кинотеатр. И почти не было людей. И Феллини сказал, мой зритель умер. Один из самых прекрасных фильмов Феллини, простите меня, любители кино, но может у меня будет любимый фильм «Сладкая жизнь». Он дал главную роль не самому тогда известному артисту, имя которого Марчелло Мастрояни. А героем Мастрояни звали Папарацци. Фамилия такая была, он фотографа играл. И сегодня Папарацци стала именем нарицательным. Между Феллини и Россией есть «Хрустальный мост». Когда на московском кинофестивале представляли фильм «Восемь с половиной», именно он получил главный приз. Правда, Никита Хрущев, тогдашний правитель Советского Союза, взял и заснул прямо во время демонстрации этого фильма, чем еще не обидел Федерико Феллини. А еще он любил Викторию Токареву. И так любил, что взял и пригласил в Италию. Главной женщиной самого Феллини была Джульетта Мазини. Прекрасная, красивая, глубокая актриса, они венчались прямо в квартире священника, потому что время тогда было непростое, в церкви не могли это сделать. А потом, а потом, потом Феллини умер, но успел сделать самое главное. А самым главным для него было отпраздновать золотую свадьбу с Мазиной. Они отметили этот день, и прямо во время банкета Феллини стало плохо, он поперхнулся кусочком моцареллы, случился второй инсульт, и он умер. Его провожали самые видные кинематографисты мира, и ездила делегация из Москвы. Георгий Николаевич Данелли рассказывал, как он оказался на этой церемонии. Гроб стоял на фоне белого задника, по белому заднику была картинка голубого солнечного неба, звучала музыка Нины Роте. Федерико Феллини. Сегодня этот человек и аэропорт, приезжаем в Риме, родной город Федерико, и так называется главная гавань этого региона Италии. Но вообще, я думаю, на самом деле, что Федерико Феллини – это и есть кино.